Сюжеты ситуации в Шумерли программа «Республика» показывала во вчерашнем выпуске. Репортеры встречались с семьей Касаткиных. И уже сегодня, после оперативного вмешательства главы региона, ситуация с газификацией сдвинулась с мертвой точки. Семья Касаткиных из Шумерли 6 лет добивается, чтобы к их дому подвели газ и электричество. Собраны сотни документов. Каждое ведомство играет с ними в эдакий футбол, а голубого топлива так и нет. Привезти, распилить и сложить за лето шесть машин дров, чтобы не замерзнуть, а зимой каждые два часа подкладывать в топку. Вот каждые два часа мы подкидываем вот сюда дрова. Участок на территории бывшего кирпичного завода Шумерли, Касаткиной и еще 10 многодетных семей получили в 2015 году. С тех пор началось их хождение по мукам. В 16-17 годах мне администрация говорила, что готовится документация. Я подождал год, на следующий год надо, думаю, пойти проверить, что там готовится. Пришел, оказалось, что администрация не успела подать заявку. И так каждый год обещания и отписки. Не прошло и суток после вмешательства главы региона. Классика жанра. Лед тронулся. Оказалось, что газ куда ближе, чем говорили людям. Будет в домах. Не завтра, конечно, но совсем скоро. Сейчас, думаю, что с мертвой точки дело сдвинулось. То есть сегодня с утра со мной связывались руководства филиала нашего шумерлинского «Газпрома». То есть им тоже поставлена задача разработать технические условия на подключение данного участка. В Министерстве строительства Чуваший с проблемой тоже знакомы. Замминистра считает, что это недоработка шумерлинской администрации. Уже на вид поставили. Взялись готовить проектную документацию за счет бюджета. Вопрос бы решился быстрее, если бы изначально был разработан проект смертной документации на строительство этого объекта. Так как условия выделения средств из республиканского бюджета как раз и предусматривают. Переначальная разработка проекта на уровне муниципалитета. К сожалению, на сегодняшний день проекта по данному объекту нет. С учетом мероприятий по проектированию, наверное, все-таки, ну, честно можно сказать, что, наверное, строительство в самом случае только в следующем году. Труба от газопровода до домовладения, так называемая последняя миля, бесплатна. Закон федеральный и касается всех граждан страны без исключения. От Хабаровска до Калининграда. Глава Чувашской республики вопрос газификации взял на особый контроль. Отложены.